МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Елена Евгеньевна Савенкина, медсестра стационара наркологического отделения города Новокуйбышевска. Мой стаж работы 43 года, из них 40 лет в наркологическом диспансере. В 1983 году в Новокуйбышевске при психоневрологическом диспансере было организовано наркологическое отделение. Пришли туда медсёстры абсолютно из разных стационаров, в основном соматического профиля. А работа в наркологии требует определенных навыков, определенных морально-этических устоев. Поэтому наши доктора, а именно врачи-психиатры-наркологи с нами с первого дня проводили на каждые пяти минутки занятия. Это Иванова Александра Викторовна, Шелудюкова Галина Ивановна, Чиркин Николай Константинович, Мальчев Николай Николаевич. Очень приятно вспоминать о них, о всех, потому что они дали нам тот задел, который именно мы восприняли, мы стали профессионалами благодаря этим докторам. Своим наставником я выбрала Иванову Александру Викторовну. Это первый приглашенный врач-психиатр в Новокуре, Шелудюбск. Это человек очень умный, смелый, тактичный, решительный и высокий профессионал своего дела. Ее всегда любили и уважали все коллеги и, конечно, пациенты. Благодаря ей я получила такие навыки, как профессионализм, именно отношения с наркологическими больными. Это корректное поведение, это обязательно выдержка должна быть, и должно быть взаимопонимание на том уровне, как нас учили доктора. Она могла разрешить любые ситуации без конфликтов. Я принимала участие в городском конкурсе медицинских сестер. Был у нас организован в городе Новокуржске. К этому конкурсу мы готовились, можно сказать, все вместе. И особую поддержку мне оказала Раиса Федоровна Моисеева. Это наша главная медсестра Новокуржского наркологического диспансера. Очень выдержанная, мудрая, грамотная, профессиональная. Именно в этой передаче хочется ее упомянуть, потому что у нас о ней самые светлые воспоминания. Естественно, на конкурсе мне досталось призовое место. Спасибо моему наставнику. С 2013 года наш Новокуржский наркологический диспансер вошел в структуру областного наркологического диспансера. И нашим непосредственным руководителем стала главная медсестра Ольга Александровна Белоножкина. Ольга Александровна очень незавурядный человек. Она профессионал. Она очень хороший организатор. И являясь председателем профсоюзов, Ольга Александровна очень много делает для своих сотрудников. Я медсестра с опытом. Мне очень приятно учиться у нее, ее профессионализму. И она знает очень много у нее навыков. То есть познавать новое, и принимать это новое, и внедрять его в свою работу. Очень хочется отметить врача-нарколога-психиатра краснопольского Бориса Владимировича. Мы медицинские сестры. Проходим каждые пять лет учебу. И именно на этой учебе Борис Владимирович читал нам лекции по профессии. Его лекции всегда незаурядны. Всегда его лекции носят познавательный характер. Огромное спасибо Борису Владимировичу. Я родилась и выросла в семье медицинских работников. У нас династия медиков в нескольких поколениях. Доктора, фельдшера, медицинские сестры. И моя бабушка санитарочкой работала в психоневрологическом диспансере всю жизнь. И поэтому мне хочется обратиться к тем, кто придет на работу в наркологию. Работать в наркологии очень сложно. Работать в наркологии должны только те люди, которые готовы учиться, получать новые навыки, которые обладают терпением, выдержанностью и эмпатией. Только такие люди должны приходить работать в наркологию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова